По итогам саммита НАТО было несколько заявлений от лидеров стран-союзников Украины, которые прямо говорили о том, что неизбежно в конце осени, вероятно, Россию ждет новая волна мобилизации. Даже вот эти заоблачные суммы, которые выплачивают сейчас за подписание контракта, как я понимаю, в каких-то областях более чем полтора миллиона рублей, может поправить, может где-то еще больше, но даже этого не хватает и новая волна мобилизации будет. Как вы считаете, пойдет ли на это Кремль? Довольно непопулярное решение, к чему это может привести в итоге? Ну и да, почему не пользуется популярностью контрактная служба, недостаточно контрактников, как заявляли эти лидеры, несмотря на такие огромные суммы? Ну, вы знаете, пока денег хватает, более того, они вливаются в экономику, это, в общем-то, вдовье деньги, по большому-то счету. Смотрите, пока Путин продолжает утилизировать лишнее население, все-таки, да, ведь, ну, кто идет на фронт? Вот этот сумасшедший Кибовский, да, который кричал ко мне подсудимых, я сейчас пойду на фронт, да, но он же, во-первых, а не пойдет никуда, пока его не разденут, не разуют до конца и не осудят. А во-вторых, ну, таких все-таки немного. В основном это идут люди, которые ничего в жизни не имели. Слушайте, тут прекрасно совершенно сделал подсчет Владимир Пастухов, аналитик и правовед. И цифры, на самом деле, настолько серьезные, что, в общем, можно задуматься о мобилизации. Получается так, что, смотрите, средняя заработная плата сейчас в России 73 тысячи рублей, это очень много. Она буквально вдвое выросла за последние, наверное, два года. Если за год 3 триллиона рублей компенсации военнослужащим и их семей, то есть за каждого убитого теперь выплачивается 14 миллионов рублей, 140 тысяч евро. Сразу 140 тысяч евро, а средняя зарплата при этом 73 тысячи, 730 евро. То получается, что за каждого убитого семья получает 16-летнюю среднюю зарплату. А если принять во внимание, что значительная часть армейского контингента сейчас – это люди, которые получавшие, получающие не то чтобы среднюю зарплату, чаще всего вообще безработные, то в случае гибели для членов семей компенсация составляет до 60 лет их потенциального дохода. 60 лет. В России люди столько не работают, так что компенсация покрывает доходность сразу двух-трех поколений русских мужчин, которые, наконец-то, стали привлекательными для женщин своего социального слоя в экономическом смысле. И таким образом выплата возмещает сразу неполученные доходы и от неродившихся детей. И, конечно, у населения возникает непреодолимое желание кого-нибудь убить с помощью войны. И мы столкнулись с беспрецедентным развращением народа, соблазном смерти. Вот наш бизнес – смерть. Теперь это не девиз ЧВК «Вагнер», а вообще девиз России. Вообще принцип существования русского народа, который, пользуясь случаем, продает свою смерть по очень выгодному курсу. Действительно, это очень выгодный курс. Выгоднее, разве что на органов мужиков пустить, как старое авто на запчасти. Пока деньги есть, будет так. Ну и смотрите, а вот эта продажа мужиков на смерти, на органы, собственно, она чем отличается от мобилизации? Тем, что это добровольные за деньги, но это все мобилизация. Вот когда говорят, давайте поставим экономику на мобилизационные рельсы. А это что? Это все то же самое. А чем контракт отличается? А чем зэки отличаются? На зэках еще сэкономить можно. Потому что зэки – это не военнослужащие, а это добровольцы считаются. У них совсем другие соотношения. А потом эти деньги, вот они получают на каждую битву 14 миллионов. Они сразу квартиру покупают. Они покупают квартиры, машины, телефоны. То есть эти деньги вливаются в экономику. И Набиулина научилась с этим работать. Знаете, я посмотрела недавно фильм, в Ютьюбе очень легко ищется. Называется «Замер, 42-й год в Берлине». Это ровно то же самое. Это Москва-патриаршия. Это вот абсолютно полное отсутствие войны. Прекрасные девушки в красивых платьях, пиво рекой, сосиски. Все очень весело, белые скатерти. И никакой войны нет. Это очень похоже на то, что происходит в России. Денег залейся, завалейся. Все они остаются. Зачем мобилизация-то? Надо будет, проведут. Но пока не надо. Пока не надо. Сегодня мне прислали объявление на столбе большими буквами. Это из Свердловской области. Три с половиной миллиона рублей. Уже три с половиной. Три с половиной уже. Ну слушайте, а кто устоит? Пока так никто. Еще один человек, который сам попросился в очередной раз на войну. Стрелков Гиркин. Он продолжает. Хоть телеграм-канал он уже свой не ведет, но там написано, что друзья, не отписывайтесь. Когда-то Гиркин выйдет из тюрьмы и вернет себе доступ к аккаунту. Но я, кстати, не отписываюсь. Пока думаю, действительно. Ладно, мало ли что будет. Да, попросился в очередной раз он на фронт. В итоге, естественно, никуда его не отпустили. Хотя людей по более тяжелым статьям привлекают. Его, наоборот, даже перевели подальше. Этопировали его в колонию для бывших силовиков. Ну, два вопроса сразу. Почему не пускают Гиркина воевать? Ну, опытный человек, малазийский, Боинг, там под его руководством сбивали. Что там, оккупация. Донецкая область, нескольких городов. Это происходит, что у него были маленькие силы, на самом деле, довольно очень просто обученных людей. Не пускают его. Ну, и во-вторых, сразу возникает вопрос. А что это за колония для бывших силовиков? Условно, это наказание или это поощрение для Гиркина? Да, сейчас сразу очень много вопросов. Давайте я начну с простого, с бывших силовиков. Значит, в России есть очень строгое разделение. Это, собственно, и в СИЗО, и в колониях БС называется. Но БС – это не бывшие сотрудники, а безопасное содержание. Безопасное содержание бывших сотрудников. Это, между прочим, как раз то, всегда о чем говорили правозащитники, что нельзя разделять, нельзя прокуроров и судей сажать отдельно от обычных людей. Но их сажают отдельно. Несколько колоний есть. На сегодняшний день, наверное, штука 8, но они сокращаются, что люди уходят на войну. Для бывших сотрудников. Здесь сидят бывшие судьи, прокуроры, ФСБшники, таможенники, гаишники, даже те, кто услышал, когда примагнут в них войсках. В СИЗО, естественно, там же сидят. Вот они сидят на безопасном содержании, не дай бог посадить их с обычным народом. Их же грохнут. Конечно, грохнут. Вот такая репутация, такой авторитет, собственно, у бывших сотрудников. Поэтому нужно безопасное содержание. Гиркин, просто извините, он когда просился на фронт, он в такую формулировку использовал, если я не ошибаюсь, что я вот понимаю, что на фронте меня могут убить, но я понимаю, что и в тюрьме меня могут убить. Так что лучше уж давайте на фронт. То есть вот он намекает на то, что, вероятно, ему грозит какая-то опасность за границей. Боже, за границей, боже, за решеткой. Ну, нет, у Гиркина, конечно, могут убить в тюрьме, безусловно, но он ведет себя так тихо, тише травы, ниже воды, что кому он, собственно, нужен. Он спокойно отсидит свои четыре года. На УДО, конечно, его не отпустят, на войну его не отпустят. Потому что зачем он там нужен какие-нибудь подвиги совершать, об этом писать в свой блоге? Зачем? Пусть сидит. Если надо будет, ему продлят срок. В любую секунду продлят срок за что-нибудь там обязательно. А будет себя тихо вести, с ним поговорят. Кончится срок, уедет, если даст гарантию, что он замолчит. Поэтому на самом деле можно отписываться. Еще о судебных решениях. В 16 лет довольно большой срок получил Иван Гершкович, корреспондент Wall Street Journal, которого обвинили в шпионаже. Я даже видел такую инфографику. Это самый большой срок для иностранцев, которые давали по такой вот статье. И мы же помним, что Игорь Гершковича в целом даже в одной связке чуть ли не с Навальным якобы обсуждали в качестве обменного фонда, чтобы Путин мог назад получить своего киллера Красикова из Германии. Как оцениваете, да, зачем Путин сейчас набирает вот этот вот заложников условно? Ну, такой еще и срок 16 лет, да, то есть очень серьезный. Ну и да, и как ведут себя с этим Гершковичем в местах лишения свободы? Возможно, тоже вы знаете какие-то правила, по которым должны вести себя с иностранцами. Ну, только практические правила. Как оно в бумаге прописано, это, понятное дело, совсем по-другому. Ну, 16 лет – это ценник. Гершковича повесили просто ценник. Вот, вот, будем торговаться, начиная вот с этот эстимейт, да. Удивительно быстро прошел суд в закрытом режиме. За три недели слушали, постановили. Все очень быстро. Сначала будет апелляция, поэтому Эвен Гершкович пока останется в СИЗО в Екатеринбурге. Потом его отправят в Мордовию. В Мордовии есть специализированная колония для иностранцев, где уже сидит несколько американцев. И там, собственно, в Мордовии он и будет дожидаться, судя по всему, обмена. Потому что фамилия Гершкович звучит всегда. Всегда при любом обсуждении обмена. И, правда, как фамилия Красиков. Вот, собственно, три фамилии прозвучало в знаменитом интервью Путина Такеру Карлсону. И Путин там на глубом глазу, во-первых, сказал, что никакой Гершкович не шпион. Ну, говорит, я не знаю, шпион, не шпион, но, типа, срок получит. Ну, хотите, Гершкович, пожалуйста, вот нужен очень Красиков. А то, что Красиков сидит не в Америке, Красиков сидит в Германии на пожизненном. И это только Путину кажется, что американцы могут сказать немцам, эй, вы там немцы отдавайте там Красикова. На самом деле, американцы и немцы в шоке от такой перспективы, да, поговорить об этом. Ну, и плюс ко всему, у Германии совершенно другая концепция обменная. Я напомню, что именно немцы, собственно, покойный, покойный бывший президент Германии, господи боже мой, Геншер, занимался переговорами по обмену Михаила Ходорковского на что-то. Мы до сих пор не знаем на что-то. Не на кого-то было, а на что. И Ходорковский не знает на что. Собственно, я так подозреваю, что Тайна ушла в могилу вместе с Геншером. И, судя по всему, это был Северный поток. Поэтому, возможно, будет не на кого-то, а на что-то. Мы не знаем на что. Я очень сильно подозреваю, что к этому делу будет как так или иначе подтянута Украина. Поскольку нет такого дела, которое Путин делает, не думая об Украине. Он всегда думает сначала об Украине, а потом уже обо всем остальном. А что, может, если в двух словах рассказать об этой тюрьме для иностранцев? Есть там какие-то особенности? Ну, вы знаете, там в основном содержатся граждане из Африки, из Азии. В основном это наркоторговцы. Ну, какие-то достаточно мелкие такие случаи. Ну, там содержится Пол Уитман, который, в общем-то, уже американский гражданин, тоже получился в евро 16 лет, бывший охранник американского посольства в Москве. Я считаю, абсолютный лауреат премии Дарвина, потому что человек служил охранником в американском посольстве, уехал, вернулся на родину. А потом приехал в Москву по приглашению своего друга из ФСБ на свадьбу его дочери, якобы. Его взяли на трапе самолета сразу же. Ну, это премия Дарвина, конечно. Ну, и есть еще несколько заложников американских, но над ним еще не прошли суды. В основном это женщины. Одна женщина там же в Екатеринбурге за донат ЗСУ в 50 евро с двойным гражданством. И одна женщина Алсу Курвашова. Это наша коллега, редактор Радио Свобода, мать двоих детей. Она, собственно, была взята в Казани. Друзья, напоминаю вам, что это видео увидит большее количество людей, если вы поставите лайк. Ей будет очень приятно, поэтому, друзья, нажмите на пальцы вверх прямо сейчас. Это несложно давать из барского плеча, как честные люди, прямо сейчас это делаем. Мы сегодня посвенно уже вспомнили покушение на Трампа. Тоже, Ольга, очень интересно, потому что огромное количество конспирологических теорий до сих пор развиваются. Действительно складывается впечатление, что было куча каких-то, ну, таких мелких моментов, которые в итоге сложились в том, что получилось реализовать, ну, сами выстрелы, да, ранить Трампа. Он сейчас этим пользуется как только может. И в целом это, наверное, логично. Что думаете, да, вот все ли так очевидно с этой историей? Это безалаберность, как бы, служба охраны. Потому что внутреннее положение, внутреннее расследование даже показало, что секретная служба за час знала о том, что может быть покушение, кто-то якобы предупреждал, и люди же показывали на этого человека на крыше, но они никак не среагировали. У меня такое ощущение, что, да, банан – это просто банан. Здесь трудно говорить о конспирологических версиях, хотя потому что мы видели просто на видео, так невозможно сыграть, что Трамп повернул голову за секунду до выстрела, меньше, чем за секунду. Ты так ни с одним таймером не сыграешь, никогда. То есть, да, это разглядяйство говорит о том, что никто в Америке не какает чемодан, что все люди, все нормальные люди, которые подвержены там и хейтингу в соцсетях, и на которых могут покушаться, которых могут обожать, которых могут ненавидеть, и плюс ко всему, да, свободное оружие. Это, ну, то есть, ну, да, так бывает. Ну, так бывает в нормальных странах, действительно, это не как вот чемодан. Это издержка демократии. Да, и это провал, конечно, в работе спецслужб. И, конечно, на самом деле, конечно, до выборов еще настолько далеко. Конечно, если бы мы с вами разговаривали пять лет назад, ну, это была бы победа Трампа, конечно, можно было бы об этом говорить. А поскольку в наше время события развиваются так стремительно, и каждый день, что не день, то сту грамм, да, такая стремительность, что тут трудно сказать, что еще будет до ноября. Очень трудно сказать. Трамп, видимо, уже осознавая себя следующим президентом США, вовсю рассказывает о том, кто будет членами его команды, представил он вице-президента, кстати, человека, который был хейтером Трампа до этого. Джей Ди Вэнс, он рассказывал, что Трамп там и называл Трампа и идиотом, и Гитлером. Потом, когда понадобилась ему поддержка для того, чтобы продвинуться по ступенькам республиканской партии, он уже начал, значит, хвалить Трампа. Трамп даже шутил над ним, говорил, этому парню так нужна моя помощь, что он готов целовать меня ниже пояса. Вот такая цитата была. Теперь все, в общем, чуть ли не преемником Трампа его называют. Как думаете, да, и второе, Илон Маск тут еще очень стал активный, говорит, буду финансировать избирательную кампанию и вообще буду вкладываться в республиканскую партию. Илон Маска мы, конечно, очень уважаем за то, что он помог Украине технологией Старлинг в начале войны, но в то же время он постоянно какие-то неоднозначные проводил опросы про принадлежность Крыма, стоит ли жертвовать людьми ради освобождения территории, которые оккупировала Российская Федерация. Ну, такой, в общем, тоже Илон, такой Илон. Как вы думаете, то, что он окружает себя такими людьми, которые в целом, ну, сейчас выступают скорее против помощи вооруженной Украине, ну, и людей такими со специфическими взглядами на жизнь, людей, которые перебывались в воздухе, людей неординарных, это, в общем, должно ли больше настораживать или наоборот, это говорит о, вероятно, такой новой, более успешной, прогрессивной странице в истории Америки и в целом, да, как бы глобальной безопасности? Ну, во-первых, собственно, это говорит только о том, что в политике святых не бывает. Да, это все в России всегда, когда выбирает какой-нибудь лидер оппозиции, да, все, то нос кривой, да, то губы узкие, да, все не так. Да, собственно, поди, понравься избирателю, а тут нормально, было такое прошлое, теперь такое. Ну, вот человек осознал, исправился, а кто скажет, что он через месяц еще раз не осознает и не подумает вдруг, что действительно, ведь поставка Украине вооружений – это же выгодно Америке, это же выгодно американской промышленности, а это очень республиканская позиция. Это очень республиканская позиция. Если мы это объяснят так, например, или он тогда этого сам дойдет, то почему бы нет? Дело в том, что, конечно, Трамп настолько непредсказуем, что если завтра он решит самостоятельно или вместе с Украиной рукооб руку воевать против Путина, ну, не знаю, я не очень удивлюсь. А с чего ему Путина-то любить, да? Всякое было между ними. Говорят, на Трампа компромат у Путина есть. Завербовали его во время его поездки в Москву какие-то, значит, компрометирующие фото и видео сделали, где он с женщинами. Я не утверждаю, но вот такие слухи ходят. Вы в такое верите, кстати? Мне кажется, если снимки будут опубликованы, Трамп будет счастлив. Он уже разведен, да, много-много раз. А тут он скажет, ну, вот видите, а Байден так может? А вот так съели, да. А я Ориюль, между прочим. Ориюль. Всегда был Орлом. Ну и все. Вот после скандала с порнозвездой, и так далее, и так далее. То есть любой компромат на Трампа, он обесценивается стремительно. Он просто бежит впереди своих компроматов. Да, я такой. Ну что? Мне очень нравится, что Зеленский ему очень быстро позвонил, да, после покушения. Они поговорили, и мне кажется, это очень правильно. Если с Трампом придется как-то сосуществовать, это более чем возможно, то, в общем, вполне себе можно наладить отношения. То, что он непредсказуемый, и это совсем не подарок Путина. Мне кажется, в Кремле зря открывают шампанское. Да, он же сам это подчеркивал. Он говорил, нам вот предсказуемый Байден, как следующий президент Соединенных Штатов, он нам более выгоден, чем непредсказуемый Трамп. Ну а как думаете, на кого на самом деле делать ставку Кремля? Потому что, мы помним все эти истории с вмешиванием, с тем, как Россия вмешивалась в выборы в Соединенных Штатах. Но сейчас я вот что-то смотрю, ну я регулярно смотрю, приходятся там федеральные телеканалы, да, российские. И я вот смотрю, что да, Байдена они так, конечно, какашками забрасывают, да, и рассказывают, что он недееспособный, старый и так далее. Но сказать, что они прям всерьез, активно прям поддерживают Трампа, или вот прям, ну что, они как тогда, в предыдущий раз, когда Жириновский, как вы правильно сказали, шампанское открывал, ну, такого я тоже не наблюдаю. На кого ставит Кремль? Ну, за неимением лучшего они, конечно, ставят на Трампа. Просто за неимением лучшего. Поскольку, мне, например, чем очень нравится Байден? То, что он, скорее всего, не доживет до конца срока. Прости, Господи. И будет какая-то новая свежая кровь. И новая ситуация. А Трамп, это Трамп. Трамп, скорее всего, всех переживет. Поэтому понятно, что любой на месте Байдена, любой на месте Байдена, если учесть линию, собственно, демократической партии, любой на этом месте будет всегда безоговорочно поддерживать Украину. Вот это вот, это вот абсолютно константа, да, вот она есть. Мы видели линию поведения всех демократов, вот особенно этой зимой и весной при голосовании в Конгрессе. Ну, и видели линию республиканскую. Тем не менее, там тоже, я бы сказала, менялись мнения. Они еще сто раз поменяются.